Беременная женщина особый дискомфорт ощущает во время сна. Рост плода давит на внутренние органы женщины, вызывает боль и нарушается поступление кислорода ребенку. С проблемой помогут справиться подушки для беременных. Подушки для будущих и кормящих мам обеспечивают надежную опору для позвоночника, спины и живота. Врачи рекомендуют спать на левом боку, когда не создается давление на печень. Рекомендуют выпрямлять нижнюю ногу и сгибать верхнюю ножку для того, чтобы как раз-таки избежать сдавливания вен, сдавливания сосудов, избежать онемения ног и обеспечить удобный комфортный сон. Такая моделька позволяет сформировать прям гнездышко, то есть она держит одновременно и животик, и спинку. Модель лежебока Г-образная форма также обеспечивает удобный и комфортный сон беременной. Еще эту модель можно использовать для спокойного сна малыша. Согласно исследованиям ученых, новорожденные и младенцы, они себя более комфортно чувствуют, когда они во что-то упираются макушечкой. То есть во сне он будет елозить, он будет двигаться, он будет переползать, пока он не упрется головой во что-то. На его взгляд это будет мама. Вот у нас эта подушечка может заменить на какое-то время маму. То есть кладется ребеночек в изгиб подушки, упирается головой вот сюда и прекрасно спит. На самом деле это проверено на своих детях, на самом деле спят спокойнее. Модель Селена имеет форму полумесяца и хорошо подходит для миниатюрных женщин. Ее также можно использовать после рождения ребенка. Малыша надо куда-то положить, куда-то посадить. У нас есть вот такие штучки, которые позволяют сформировать гнездышко из подушки, которое прекрасно усаживается наш малыш. Либо в полулежачее состояние, либо уже когда надо приучать сидеть, уже надо давать большую опору под спинку. Пожалуйста, эта подушечка все позволяет. Подушки для кормления обеспечивают маме комфортное в грудное вскармливание. А когда появляются в семье двойное счастье, возникает проблема одновременного кормления малышей. Для таких особых случаев есть подушки для кормления двойняшек. Основа этой подушки поролон. Она снабжена внутренним водонепроницаемым чехлом для того, чтобы избежать попадания всяческих жидкостей на наполнитель. Дополнительная подушечка держит спинку мамы для того, чтобы она тоже чувствовала себя комфортно. И все это происходило одновременно и удобно. При выборе подушки очень важно обращать внимание на ее толщину. Потому что если подушка тонкая, то со временем ее эксплуатации, а также со течением беременности, когда вес мамочки будет увеличиваться с каждым месяцем, с каждой неделей даже, тонкая подушка просто перестанет держать в какой-то момент, и она перестанет выполнять свои функции. То есть, поэтому толщина подушки имеет значение. Наполнены подушки гипоаллергенным наполнителем, не имеющим ни цвета, ни запаха. Отлично переносят стирку, чехлы из стопроцентного хлопка с легкостью снимаются и стираются. Кроме всего этого, есть пледы. Такая замечательная вещь, как плед с рукавами. Его можно использовать как халат, как многие у нас любят. То есть, замотались, ручки спрятали и пошли бродить по дому. Но в первую очередь это, конечно же, плед. То есть, это ложимся, укрываемся, ручки у нас в тепле, но они свободны. Не мерзнут, но мы держим телефон, мы держим книжку, ноутбук, все что угодно. Чай, кофе, осень, кресло-качалка, плед и чашка какао. Вот такая штука. Очень мягкая, очень теплая, легко стирается и быстро сохнет. В бинбегах также чехлы снимаются, стираются. Наполнитель в бинбегах это полистироловые шарики. Мы не используем крошеный пенопласт, как это делают многие. Мы не работаем с мусором, мы используем только шарики. Ровненькие, кругленькие, беленькие, красивенькие. Есть также вот такая серия бескаркасной мебели для детей. Называется она кубарики, просто потому что на кубики похожи. Она подходит для деток от возраста ползания до лет 5-6. Посмотрите, выбрать товары торговой марки «Добрый жук» можно в торговом доме «Метрополь» на пересечении улиц Фрунзе и Байтик-Батыра. Заказать можно и по WhatsApp. Доставка бесплатная.